Лишние буковки, циферки, чтобы можно было нормально все прочитать. Вот, совсем все хорошо. Думаю, настало время озвучить состава команд. Итак, состав сборной Курска. Александр Хорошилов, он же Барс. Тимур Хубулов, он же Драйв. Дмитрий Шматов, он же Чапа. Александр Чистяков, он же Экстрим. И Николай Калогин, он же Солоник. Состав сборной Липецка. Артем Плуталов, он же Хедин. Никита Макаров, он же Эквал. Денис Нарыков, он же НДА. Семен Барышев, он же Хуки. И Кирилл Жабин, он же Кирилл. Вот так вот все оригинально. И пока у нас курс лизирует 2-0, очередная отдача у контров. Счет станет уже 3-0. Видимо, кстати, у Драйва приписочку как вихрь в среде. Вот так вот. Кто-то у нас мечтает быть вихрем в 3D. У нас остальных вроде все окей. Больше приписочки я не вижу. Ну, таких интересных особо. Также напоминаю вам, что буквально через минут пять начнется трансляция матча Белоруссии против Германии на Nation's Cup. На кланбейс Nation's Cup. Она будет на втором нашем канале. Так что те, кому интересна эта игра, обязательно смотрите ее. Жмите на вторую кнопочку КСа под нашим стримом. И смотрите, болеть их за братья белорусов. Ну, либо если вы белорус, то просто за белорусов не забрайте. 3-0. У обеих команд Ганавэраунд. Закупочка. И тем интереснее. Смотрим. Драйв у нас на центре. Остальные перетягиваются в нижнюю темку. И там, возможно, Инда зайдет в аркаду. Нет, он просто контролит центр. В аркаду не собирается. И даже вот перетягивается на Б-плант. Куда же у нас пойдет Курск, пока непонятно. Будет либо перетяжка на зигзаг, либо выход на центр. Причем на центр я бы выходить не советовал. Там довольно... Ох, да, ловит причем. Ловит, да. Гранаты в руке. О, отличный минус от экстрима. Но тут же его разменивают. И в итоге двое против четырех. Быстрые минуса. И первый раунд себе обеспечивает команда сборной Липецка. 3-1. АВП у Хуки мы видим. Он с ним держит центр. Перетянулся на Б-плант. А вот Курск у нас пока не знает, куда им пойти. Салоник под Б. И вот, наконец-то, пошли активные действия от экстрима. На зигзаг. Причем на зигзаге очень жесткое укрепление. Аж целых три игрока контролл там находятся. Двое на лестнице друг под другом. И три совсем рядом с ними. И боюсь, что сейчас будет просто миссарубка на зигзаге. Пролагал Хлтв совершенно не вовремя. В итоге мы видим два минуса от Липецка. Размен от Салоника из Курска. И ситуация у нас в итоге. 3-4. Не в пользу сборной Курска. Причем эти минусы на зигзаге не останавливают терроров пойти именно на зигзаг. Там хорошо играет Эквал. Его, правда, тут же разменивают. Но свою роль он выполнил в итоге. Дальше проходит. Отличный минус. Убивает он Хедина на планте просто прострелом. И в итоге. Энда с 5хп и Хуки. Тоже, который идет с зигзагом. С АВП, насколько я помню. Если он его не потерял. Не выкинул. Это всякое бывает. Нет, он должен быть с АВП. И сейчас он с Дейлом может очень сильно удивить своих соперников. Да, отличный минус. Отличный минус с АВП. И Энда бежит диффузить бомбу. Второй раунд за сборной Липецка. Мы видим, что они не такие простые, как кажется. Два-три. Подрывает Дейл Контри. Там никого нет. Никого не с вами хаешками не покоцали. А Курс готовит на нас выход на зигзаг. Либо на центр. Видимо, все-таки на центр. Да, у них Глокит, отдача. И сейчас будет что-то совершенно разрывное. Да. Кирилл собирает отдачу. Делает минус два. Делает минус три. Ну, а где же еще у нас два игрока? Два игрока у нас на зигзаге. Один с Дейлом. Другой у нас уже умер. И в итоге. Счет 3-3. И вот так вот, после первого проигного раунда и отдачи, Липецк собрался и взял три раунда подряд. Три ганных раунда подряд. Молодцы. Молодцы, ребята. Ну, и посмотрим, что будет у нас дальше. У драйва ВВП. Давайте посмотрим, как он им распорядится. Минусует Барса. С ВВП на центре. Вот сейчас, наверное, драйва будут подсаживать. Да. Подсаживают драйва. На нуле на подсадку. С ВВП. Будет он пытаться лишить вражеское ВВП своего оружия. Но, возможно, если лишить, то вот Кирилла, который у нас не с ВВП, а с Эмки, он у нас контролит центр и совсем где-то у нас рядом. Да, вот мы видим, что он держит у нас зигзаг, держит у нас двери. Но высовывается под ВВП, он не торопится. При этом Экстрим и Салоник потихоньку проходят ДЛ. Там их контролит также. Один из игроков. Защита. Это был Эквал. Вот он сидит у нас. Эквал, вернее. На довольно такой неожиданной позиции. Сделал хороший минус. И Салоник пока не торопится к нему идти. Курск перестраивается под зигзаг. В 3, в 5. Все контры живые. Терруров всего трое. И давайте посмотрим за кем-нибудь из команды Курска. Вот у нас Чапаев. Он будет первым открывающим выступать в этой ситуации. А тут подсадочка АВП-пера. АВП-шника. Минусует Салоник на ДЛ. И в итоге двум игрокам на зигзаге нужно уже что-то срочно делать. Потому что время тикает. А делать что-то явно нужно. Ох, отлично. Отличный выстрел, но в ногу. Чуть-чуть повыше бы на сантиметр. И был бы минус. Было бы немножко полегче. А вот теперь что делать террором непонятно. Явно только попытаться засейвить оружие. Да и то им этого не дадут. Нужно просто выбивать дух из врагов. Но это не получилось. 4-3. Липецк. Мало того, что догнал Курск по счету, так и перегнал еще. Мало того, что угодно. Жесткий минус от Курска. У них была отдача. Диглбай. И мы видим, чем это все заканчивается. 3 в 2. Насколько я понимаю, ситуация. Уже 3 в 1. И НДА. Ну вряд ли он сделает. 3 минус. 1 минус есть. Жестко лагает ХЛТВ. Мы видим М-ку с прицелом. Вот это стоит того, чтобы смотреть такие матчи. Это же М-ка с прицелом. Почти как в старые добрые времена. Почти. 4-4 счет. Курск все-таки смог в этот раунд. Мы уже видели эти лаги сегодня на первой игре. Там у нас был коллапс с прицелом. И вообще постоянно все лагало. Но сегодня на verygames.net какие-то технические проблемы. ХЛТВ лагает. Безбожно. И нам приходится видеть вот такие вот забавные штуки. Отличный минус от Экстрима. Попытка войти. Отличный минус от Кирилла. 2 минус от Кирилла. Тоже его конечно убивают. Но себя он показал на бейпланете хорошо. В отличие от своего тиммейта. НДА выбивает бомбу. Идет ХЛПа. 3 в 2 ситуация. НДА еще врывается. Убивает Экстрима, который не контролил. Дырку. И в итоге драйв остается 1 в 2. 1 в 3 вернее. Делает 2 минуса. И вот теперь 1 в 1 против Хедина. Очень мало ХП у драйва. 19 всего лишь. Но времени у него вагон. Целая минута он. Может ей распоряжаться как хочет. И он решает отойти на ступую нычку. Но вот немножко неудачно получилось. 5-4. Липец клюнулся вперед. И вот пока по этим раундам. Складывается такое впечатление, что команды примерно равны. И нас сегодня ожидает упорная борьба. Мы уже видели упорную борьбу на первом матче. Там в итоге у нас было 3 карты. А на первой карте вообще овертайм. То и вот здесь у нас все довольно бодренько. И нет такого, что кто-то жестко кого-то обыгрывает. Как, например, было в игре Брянске. Ну, в первой игре Брянска, где они там 16-1 обыграли своих оппонентов на первой карте. Здесь такого нету. Счет боевой. Убивает Барса на центре. И в итоге 2 игрока терроров против 3-х контров. Драйв и Чапаев с бомбой. Что же они будут делать? Драйв перетягивается на ДЛ. Чапаев контролит зигзаг. И попытка все-таки перетянуться на длину. Там у нас эквал с М. Давайте посмотрим за эквалом, как себя в этой ситуации покажет Никита Макаров. Видимо, что он решает более пассивно занять свою позицию. Ну, и вот включим ВХ, посмотрим. У первого Дигл, естественно, умирает. Размен от Чапаева. И 1 в 2. Даже не дадут бомбу поставить Чапаева, я думаю. Тут жестко его напрягают зигзага. Кирилл уже бежит халповать. Ну, и Чапаев с ним расправляется. 1 в 1. Чапаев и Кирилл. Но нет, Кирилл сегодня оказался успешнее. 6-4. Липецк вырывается вперед уже на целых 2 раунда. Убивает у нас Чапаева, который как-то не контролил верхнюю темку. В итоге контр просто ворвался в верхнюю темку, обошел его сзади и спокойно убил в спину. Неприятная ситуация. В итоге ситуация у нас 3 в 4. Терроры в меньшинстве. Хуки уже обходят с Б. Дает инфу, что здесь никого нету, что это будет так и на А-плант. НДА делает минус на длине. Его разменивают. Отличная игра от Драйва. И Барс пытается зайти на бирзак. Ему там попытались помешать, но не получилось. В итоге ситуация вполне игровая. 2 в 2. Нашли Кирилла. Кирилл спрятался, видимо, думал, что его будет незаметно. Но нет. И вот, вот у нас снова прицел на ноже. Это еще более круто. Вот сейчас у него что? У него М-ка. Давайте посмотрим на М-ка с прицелом в исполнении. Хуки. Нет, взрывают. Не видели мы М-ку в действии. Счет 6-5. И счет снова у нас. Начинает... Вернее, разрыв начинает уменьшаться в счете. Курск готов догонять. Отдачу Липецка. Вижу я диглы. Дигл бай. Один USP. Аркада. В темку. Прочекли, что никого нету. Вот сейчас Хуки может сильно, сильно удивить своих ребят. Своих противников на дизайке. Вместо него это делает НДА. Жесткие минуса. И теперь даже, если Хуки и Кирилл что-то и сделают, то вряд ли это поможет команде взять раунд. Два минуса есть. Не так уж плохо. Давайте посмотрим за Кириллом. Вы сами все видели. Комментарии излишни. Два дигла. Два отличных... Точнее, два хедшота с дигла. Два отличных минуса. И один в один. Кирилл против драйва. Ну, сейчас бы мог бы дождаться Кирилла своего противника. Смотрим мы. Смотрим за Кириллом Жабиным. Но, к сожалению, третий минус дигла. Хедшотом у него не получается. А было бы очень красиво. 6-6. Еще сравнялся. И нам остается посмотреть всего лишь три раунда. Три раунда на вот первой карте. Центр готовится выходить у нас. Три террора будут делать сплит на Б. Давится флешка. И Чапаев выходит, контролит грибы. Никого там не видит. Получает тоже флешку. И отходит обратно к своим тиммейтам. Экстерим сейчас будет накалять зигзаг. Возможно, попытается кого-то там на себя отвлечь. И основная масса терроров выходит на Б-план. Отличный минус от драйва. Открывает он своим тиммейтам Б-план. Заходит, ставит бомбу. Ну, и смотрим, как у нас сыграют игроки Курска. Барс у нас находится в верхней тёмке. Нужно ему сейчас не умирать. Да, отлично. Если бы умер, сейчас было бы совсем плохо. Всё, у Курска. Но он делает минус. И в итоге три в три ситуации. Равные шансы. Пролагала холла ТВ. Мы ничего не увидели. Но видим, что раунд остался в пользу сборной Курска. И в итоге счёт 7-6. В пользу он их. Аркады в нижнюю тёмку от Хуки и от Кирилла. С деглами. Снова отдача у Липецка. Неприятно, но что поделать. И их тиммейты поджимают у нас ДЛ. Поджимают баночку. Эквал тут же слетает. Кончаются патроны. Драйва. Он умирает. Жёсткий размен. В принципе, ситуация у нас наёта. Тут последовали размены от экстрима. И в итоге счёт уже 8-6. Нам остается посмотреть всего лишь последний раунд. Слоу-раунд от Курска. Барс под Б. Остальные пытаются пройти по ДЛ. Их контроль это квал. И давайте посмотрим, как он с ними справится. Справился он с ними не очень. Кирилл получает пометалку в лицо. К счастью, в центре никто не выходит. И Кирилл оставится в целости и сохранности. Длина с бомбой. И двое выходит в центр. Такой вот своеобразный сплит на А. Если это можно так назвать. И смотрим за Хейдином. Отличный минус 1. Но на больше не хватает. В итоге 9-6. В пользу Курска. Хороший счет для обеих команд. Смотрим, что будет дальше. Как они себя покажут. Шансы, в принципе, мне кажется равные. Обе сборные сильные. Конечно, у Липецка есть драйв. У них есть Барс. Но, кто знает, Курска себя тоже неплохо показывает. 6 раундов за защиту. Посмотрим, что будет дальше. Вернее, 6 раундов за... А, ну да, в защите все правильно. Смена сторон. И вот теперь у нас все точно правильно. На Хлазбаре. Чуть не забыл поменять. Трое Б у Липецка. Двое на Т-РСП. Ну, а вот вроде забегали. И перетяжка. Перетяжка под... Аплант. По крайней мере, ближе к ту сторону. Б. Быстрого выхода уже точно не будет. Видимо, во время... Прямо боевых действий передумали. Мы видим, что... Посадочка башенкой. Стоит на центре. Причем НДА очень жестко на нее шестнапоролся на центре. Конечно, ее спалил. Это хорошо, но... Всего три террора осталось в живых. Они все тут по ДЛ. Против пяти контрол. Ну, и давайте посмотрим за Барсом. Он делает один минус. Прячется за выступ. Экстрим делает минус. Ну, и... Этот раунд останется явно за сборной Курска. 10-6. 10-6. Хорошо очень начали. Ребята из Курска. Плюс раунд у них будет отдача. Еще станет 11-6. Ну, и... Дальше будет мощная заруба. Посмотрим, чем все это закончится. Мне, например, самому очень интересно увидеть результат. Масс Б от Липецка. Видимо, целых пять игроков под Б-плантом. Медленно-медленно они проходят в темп. У них полный слив. Ни одного тегла вообще. Ни одного... Ни одной флешки, ни одной гранаты. Ничего. Просто пять... Пять... Глоков и... Их встречает Солоник. Давайте посмотрим за Солоником. Тут уже и Бар помогает. Ну... Как я уже сказал, счет 11-6. Курск пока впереди. Вот небольшая игра в кошки-мышки с Кириллом. Причем у него немножко это получилось, но... Его тут же за это наказали. Сказали, нельзя говорить, кошки-мышки с нами. И наказали. Слоу-раунд от Липецка. Они разберлись по всей карте. Мда пытается выйти в центр, либо подсадочка на зигзаг будет. Пока непонятно. Ну и похоже, что... Выход на зигзаг. Давайте посмотрим, кто его будет смотреть. А зигзаг у нас, в общем-то, смотрит драйв. Он смотрит его с подъема. У него АВП. Вполне логично смотреть тогда именно с той позиции, с которой он смотрит. И ни с какой другой. Посмотрим на его меткость. Будет он попадать, либо будет промахиваться. Первый минус промах. Притом мы видим, что все равно сразу же убегают, третируются на Б-плант. Прочекали, что на АВП. Испугались. И... Будет делать сплит на А. Там кто-то пытался выйти в центр. Это был НДА. Сплит уже не получится. И будет просто выход на АБ. Или что? Сперетяжка на зигзаг. Все-таки перетяжка на зигзаг. Хедина и Эквала. Или что? Нет. Снова перетягиваются на Нижнюю Темку. Как-то немножко недисциплинированно. Не... Слишком... Тимплей надествуют игроки. Липецка. То туда, то сюда. Видимо не могут договориться. И в итоге заходят на Б-плант. Наконец-то на пустой Б-плант. Сейчас контрилю будут отбивать. Жесткий Минусан не справляется Липецк с обороны своего планта. С охраной бомбы. Курск просто вырывается. Всех перестреливает. И забирает себе 12 раунд. И вот несмотря на то, что у Липецка еще есть шансы вполне отыграться. По этой игре кажется, что Курск как-то будет поувереннее, посильнее. Ну и в принципе, если вы читали статью, анонс о этом матче. Там были некоторые аналитические мысли нашего образователя. То там тоже Курск стоял в фаворитах этого матча. В первую очередь за счет того, что в этой команде есть такие игроки, как Драйв, как Барс. Они, например, играли раньше в команде Парашют. И думаю, связка играет вполне неплохо. Ну и вообще ники, скажем так, известные. А вот у Липецка немножко все будет не так хорошо. Нет таких громких имел в составе, но посмотрим. Возможно, они что-то и покажут. 13-6. Курс пока уверенно лидирует. Им осталось всего лишь 3 раунда для победы. Это очень мало. Причем на 3 раунда они, в общем-то, и 1 раунд. Берется 1 раунд, следующий раунд будет отдача, но потом будет 15 раунд и уже все понятно. Так что, фактически, Курск должен брать этот раунд. И тогда у них все будет хорошо. Причем раунд начинается сразу с открывающего минуса. Именно от Курска, то есть преимущества численные, за контрами и надо бы это использовать. Выход на В-плант от терроров. Смотрим за Салоником. Миновым встречает нас Бест Дэнса. Делает 1 минус, пытается делать 2 минус. Почти у него это получается. Там еще и квал. Делает минус с Хеддин, делает минус. В итоге с Улаза 3 в 3. Все не так уж плохо. Простреливают Хеддина. 9 хп мы остали прострелом. Повезло. Откровенно повезло сейчас Хеддину. Могли бы и убить. Еще бы и бомбу поставить могли бы не дать. Тогда у контров была бы просто вообще роскошная ситуация. Но убить не получилось. В итоге контры вынуждены врываться на В-плант. Выбивать бомбу, выбивать терроров. Вот. Не получается он. Кирилла нормально зажать. И квал, хоть и браво сражался, но вытащить раунд у него не получилось. И это 14 раунд в копилочке Курска. Счет 14-6. Давайте посмотрим, что там по деньгам у Липецка. С деньгами у Липецка все не так уж плохо. Я вижу калаши. На последние деньги закупаются ребята. Если в этом раунде они проиграют, то на последний раунд у них будут деглы. Это, конечно, будет плачевно. Так что сейчас у них последний шанс. Либо делать камбэк с этого раунда, либо эта карта уже отдана. Смотрим. Энда пытается войти на Б. Два игрока подсаживают на карниз на центре. Вернее, пытаются подсадиться. У них это не получается. И притяжка под зигзаг, который смотрит драйв с АВП с подъемчика. Нет, снова, снова передумали на зигзаг. Перитяжка под Б. Возможно будет выход в центр. Да. Ждет эквал флешки. И выход через центр. Дым на катаресп. Салоник делает минус. Барс делает минус. В итоге ситуация 4 в 2. Хейдин и эквал. Отличный минус от Хейдина. Убивает он Б-плант. Очищает его для себя. Или своего тиммейта. И быстрый притяжка хантеров на Б-плант. Экстрим и Чапаев у нас пойдут с... Нет. Адаму Экстрима пускают нас в темку. И два игрока у нас будут с хелпы. Ставится бомба на темку. Эквал на Дэнсе. И Хейдин уходит в темку. Но почему-то они не догадываются, что с темки уже может быть враг. В итоге Экстрим поджимает темку. Делает минус. Делает минус 2. И это 15 раунд в копилочке сборной Курска. С чем мы их и поздравляем. Которые террористы победят. И видимо, что все-таки хватило у Липецка денег на нормальную закупку. Есть халаши. Даже ни одного дегла нету. Так что... Немножко ошибся я с расчетами. И последний шанс для них вытащить эту игру. Это вот сейчас. Это, конечно, выглядит очень и очень сложно. Потому что им нужно брать 9 раундов подряд для овертаймов. Но мы видим, что в этом раунде у них... По крайней мере, началось все очень и очень хорошо. При этом пока непонятно. Будут ли конторы отбивать точку? Похоже, что не будут. Не будут выбивать точку. Это будет сейв от сборной Курска. 3 в 5. В принципе, правильно. Очень хорошо Липецки зашли на Б-плант. Особенно... Хочется отметить НДА и Кирилла. Именно они сделали первые два открывающих минуса. Фактически этот раунд это их заслуга. Без разменов, без всего. Просто вышли и дали в голову. Таким образом, это первый раунд за вторую сторону для Липецка. Наконец-то они размочили счет. Все не так уж плачевно. Ну, а у Курска, естественно, куча денег на закупку. За 6 раунд по-не себе. Кучу денег накопили. Плюс у них, естественно, 3 заслабленных гана. Докупить 2 еще гана, это не проблема, естественно. Мазбет Липецка. Возможно, станет траковой ошибкой. Если они все-таки зайдут. Они заходят. Смотрим с Асалоником. Отличный минус Асалоника. Зажимает он в тоннель. Минус 3 Асалоника. Великолепный минус А. Ну, и теперь дело за ультимейтом. Это Барс. Барс не справляется. И смотрим. 2 в 3 ситуация. Хуки эквал против трех контров. Чапаев уже заходит с Темки. И экстрим драйв с хелпы. Хуки контролит Темку. Ой, ловит, ловит контра. Чапаев, да, не ожидал, что к нему могут заявиться гости. И в итоге ситуация уже 2 в 2. Есть шанс у Липецка. Экстрим с дерева. Его тиммейт... Его тиммейт внезапно, внезапно вырывается. В дырку. Делают минус хуки. Ну, и теперь 1 и 2. Остается эквал. Ой, хеден, извиняюсь. Или что это? Эквал все-таки. Лагает хелсба. Просто непонятно. Да, это был эквал. Все правильно. И это 16-й раунд для Курска. ГГ на первой карте. Счет 16-7. Мы поздравляем сборную Курска с первой взятой карты. И нас ожидает смена карты. Мы понимаем, что играется по Best of 3. По системе Best of 3. Так что еще минимум 1 карта нас точно ожидает. И шансы у Липецка есть отыграться. Так что не расходимся. Будет очень интересно. А пока у нас небольшая музыкальная пауза. Я думаю, мы можем себе это позволить. Пока игроки...